Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Вестер. Выгода каждый день. Два за человек и семь единиц техники всю ночь тушили пожар на улице Сергеева. Хозяин квартиры погиб, а его мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Вымогали наркотики у местных жителей. В Гусеве задержали преступную группировку. Письма в один ящик, газеты в другой. Лучший почтальон России работает в Калининграде. Вернуть машину через интернет. Эвакуированные авто теперь можно найти на сайте администрации. Опоздал на 15 минут, не получил документы. Сервисный визовый центр Польши борется с непунктуальными калининградцами. Здравствуйте. В эфире Первого городского службы новостей город. В студии Ольга Миланович. И к главной теме. 52-летний калининградец погиб при пожаре в своей квартире. А его пожилую мать с отравлением угарным газом отправили в БСМП. Во вторник около двух часов ночи произошел сильный пожар на улице Сергеева. Полностью ликвидировать огонь удалось только спустя три часа. Все подробности в первом материале выпуска. Хозяйку жилища, 79-летнюю пенсионерку в шоковом состоянии спасатели вынесли из сильно задымленной квартиры. Ее сына, к сожалению, спасти не удалось. От запаха гари в эту ночь в доме номер 53 по улице Сергеева не спал никто. ЧП подняло на ноги всех соседей. Именно они и спасли пожилую женщину от возможной трагедии. Почувствовав едкий запах и услышав шум, сразу принялись звонить 0-1. Увидел, кричала женщина. Вышла на балкон, балкон напротив, пятый тоже этаж. Увидел сильное пламя. Женщина кричит, дым. Тут же бросилась вызывать пожарную. Пострадавшую с отравлением продуктами горения доставили в БСМП. От госпитализации пенсионерка отказалась и отправилась гостить к дочери. Женщина до сих пор не может прийти в себя и ни с кем не общается. В ближайшее время в свое жилище на постоянное место жительства она вряд ли вернется. Материальный ущерб от происшествия по самым скромным подсчетам превысил сотни тысяч рублей. Как рассказывают соседи, пожар начался именно в этой комнате. Но другие помещения квартиры сейчас выглядят ничуть не лучше. Сгорело все. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать банально непотушенная сигарета. По словам местных жителей, к такому исходу они были готовы давно. Погибший мужчина злоупотреблял спиртным. Завтра, к слову, ему исполнилось бы 53 года. Пил по черному, жена тоже выпивала. Но она говорит, все, я больше терпеть не могу, и она его выгнала. И вот он пришел к матери, три месяца здесь пил непросыхаючи. Я иногда скажу ей, Валентина, на дачу уезжаешь, сын остается. Или подожжет нас, или взорвет. Ну вот залил, поджег и все на свете сделал. Точные причины происшествия сейчас выясняют эксперты. По прибытии первых пожарных расчетов было установлено, что сгорание произошло в двухкомнатной квартире на пятом этаже здания. На месте происшествия работало 7 пожарных расчетов и 20 человек личного состава. Полностью ликвидировать сгорание удалось только к 5 часов в половине пятого утра. Как показывает статистика, алкогольное опьянение – одна из частых причин пожаров. Так, в ночь на 17 апреля этого года в Содомом обществе Победа сгорел частный дом. А вместе с ним сгорели заживо хозяин особняка и его знакомый. По словам местных жителей, владелец дома также давно злоупотреблял спиртным. И 5 лет назад в состоянии сильного алкогольного опьянения чуть не сгорел заживо со своей женой. Еще одна трагедия случилась в начале марта. На улице Воздушной загорелся двухэтажный дом. В одной из квартир уже давно нежилого здания сотрудники МЧС обнаружили два сгоревших тела. Которые, как позже выяснилось, принадлежали лицам без определенного места жительства. В пустом жилище они решили организовать ночлег. Светлана Федорова, Юрий Жуков, служба новостей «Город». Калининградский областной суд вынес решение по делу крушения самолета «Сентал» в Гвардейском районе. Напомним, что авария произошла 26 марта. В результате падения самолета погибли два человека. А поиском виновников занялся Межгосударственный авиационный комитет. Как выяснилось, причиной катастрофы стало халатное отношение Гвардейского авиаклуба к технике безопасности. Нарушены были правила Воздушного кодекса. На момент авиационного происшествия отсутствовали судовые документы. Доверенность на управление воздушным судном от владельца судна. Список лиц, находившихся на борту воздушного судна. Документы, подтверждающие требования к состоянию здоровья. А также пилот не имел свидетельства на право управления авиационным судном. Также Гвардейский авиаклуб не имел сертификата на выполнение авиационных работ. До его получения деятельность организации будет прекращена. Гусевские вымогатели. В Калининградской области задержаны трое участников преступной группировки. Мужчины занимались вымогательством наркотиков. Их очередной жертвой стал местный житель. По страхам насилия злоумышленники заставляли его приобретать для них героин. Все подробности спецоперации по поимке преступников у нашего корреспондента Екатерины Степановой. Вымогатели как подкошенные упали на землю. Спецназ наркоконтроля появился внезапно. Злоумышленники даже не успели опомниться, как на их запястьях сомкнулись наручники. Здесь, в парке, они назначили встречу своей жертве. И уж никак не ожидали такого поворота. Поймали меня в Гусеве. Начали требовать у меня. Взбивать начали. Требовать наркотические средства. Сказал, что нет. Один раз, второй раз. Прятаться не хотел, потому что думал, на дом приедут. Ну так, по телефону поднимал телефон и все звонки их. Гражали. Сломают руки, ноги, палец сломает. В лес отведет. Устав от угроз, избиений и страха, мужчина все же решил обратиться в полицию. В результате проведенной спецоперации все трое подозреваемых были задержаны. Давай, приходи в себя. Все уже. Все закончилось. Приходи в себя. А вы наркотикой употребляете? Ну, бывает. Бывает. А на сколько часто? Ну, не так часто. Систематически не знаю. Ну как? День, через день? Ну, может раз в неделю. Раз в неделю. Когда как. А семья у вас есть? Разведем. А образование у вас такое? Неполное, высшее. А что заканчивали? БГА. БГА? Академический отпуск. А вы сейчас в академическом отпуске? Угу. Что здесь делаете, в Гусеве? Я прокатился с друзьями. А с какой целью вы катались здесь? Просто-таки, давай прокатимся. Все равно делать нечего. Стояли в городе. Правда, в управлении наркоконтроля была смелость у мужчин сразу же пропала. На перебой задержанные пытались убедить стражей порядка, что в Гусеве они оказались случайно. Сотрудники Гусевского межрайонного отдела УФСКН России по Калининградской области, проверив информацию, выяснили, что в состав группировки входят ранее судимые за кражи, грабежи и разбой жители Советска, Славска и Черняховска. Являясь наркозависимыми, они систематически избивая мужчину, хотели заставить его приобретать для них героин. Они были уверены, что потерпевший будет молчать и никогда не сообщит об этом в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство наркотических средств, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья человека». Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы. Екатерина Степанова, Юрий Жуков, служба новостей «Город». Необычная находка прямо на пляже. На карьере в поселке Космедемьянского одним из отдыхающих был обнаружен снаряд Великой Отечественной войны. Но мужчина не растерялся и сразу же позвонил в МЧС и редакцию Первого городского канала. Под вечер спокойный пляжный отдых семьи Осенцовых превратился в ответственное дежурство. Играя на берегу, дочка Татьяна наткнулась в песке на необычный предмет – старый снаряд. Но девочка не растерялась и тут же сообщила о находке отцу. Думаю, что случилось? Она говорит, папа, я нашла что-то подобное снаряду на этом месте. Свой пост Юрий не покидал около двух часов, пока на место не приехали сотрудники МЧС. Сейчас прибудет наряд полиции, с отдела полиции номер 3. И он будет охраняться до тех пор, пока саперы Министерства обороны не вывезут этот боеприпас. Специалисты сделали вывод, что это немецкий корабельный снаряд большого калибра. На данный момент он все еще находится на найденном месте под охраной полиции. Победила в двух соревнованиях и готовится к третьим. Калининградка Екатерина Федорова заняла первое место на областном и окружном конкурсах среди почтальонов. Скоро ей предстоит подъездка и в Москву на заключительный этап. Она там будет бороться за звание лучшего почтальона страны. В небольшом почтовом отделении поселка Космедемьянского работает лучший почтальон не только нашей области, но и всего Северо-Запада. Ее зовут Екатерина Федорова. Свой рабочий день она начинает в 7 утра с сортировки писем и газет. После, сложив корреспонденцию в сумку, выходит на свой привычный маршрут. В среднем за день девушка проходит 24 километра. Дело знает хорошо. Работает на почте уже 6 лет. Жалоб на нее за это время не поступало. Именно отсутствие жалоб и стаж не менее двух лет стал главным пропуском на конкурс. Про конкурс могу сказать, у нас была презентация видеоролика, домашнее задание, плюс теоретическое задание было, 20 вопросов и также практическое задание. Этап награждения самый волнительный был, потому что не ожидала результата такого положительного. После такого положительного результата почтальон Екатерина Федорова готовится к заключительному этапу конкурса, который пройдет в Москве 11 июля в День Российской Почты. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вернуть машину через интернет. Эвакуированные авто теперь можно найти на сайте администрации. Опоздал на 15 минут, не получил документы. Сервисно-визовый центр Польши борется с непунктуальными калининградцами. Видео вместо тысячи слов. Калининградец пристраивает домашних животных необычным способом. Все это и многое другое смотрите после короткой рекламы. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Взятка за свободу. Советский гражданин Литвы, чтобы освободить свою сожительницу из тюрьмы, решил подкупить сотрудника наркоконтроля. Помощь служащего он оценил в 100 тысяч рублей, но был задержан. Новые подробности громкого дела в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». На этой съемке скрытой камерой 48-летний гражданин Литвы рассказывает сотруднику наркоконтроля перспективы сотрудничества с ним. Он предлагает освободить из тюрьмы свою сожительницу Виолетту. Виолетта, она очень владеет большой информацией. Это даже, как говорится, выше крыши, а взлетать уже некуда. Надо выручать ее, вытащить, чтобы мы могли быть в дальнейшем. Виолетту задержали в конце февраля этого года. По оперативным данным, мужчина вместе с ней организовал поставки героина и карфентанила в Калининградскую область из Литвы. Наркозбытчицу взяли с поличным. Ее сожитель был до последнего уверен, что суд не арестует женщину. И был очень удивлен, когда Виолетту заключили под стражу. Свободу любимый гражданин Литвы оценил в 150 тысяч рублей. Петра Ильича Снихаиловс обвиняется в совершении преступления, предусмотренного в части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, дача взятки должностному лицу, лично за совершение заведомо незаконных действий. А именно, в отношении знакомой Петра Ильича было возбуждено уголовное дело. В сфере незаконного оборота наркотиков, желая ее изменения в отношении нее меры пресечения, в виде заключения по стражу на более мягкую и возможную освобождение от уголовной ответственности, Петра Ильича решил дать взятку начальнику правления наркоконтроля в городе Советске. Все из чем он был задержан следственными органами. А вот, пожалуйста, будьте добры, в такой момент, что офицер сообщил об этом, да, в службу собственной безопасности, и вот поэтому, чтобы он не просто так был задержан, а что офицер. Начальник управления наркоконтроля в городе Советске сообщил управление собственной безопасности в ходе оперативных мероприятий, и Петра Ильич был задержан. Мужчину задержали сразу после того, как он вышел из здания межрайонного отдела наркоконтроля. Такого поворота событий он явно не ожидал. На допросе следователя мужчина рассказал, что решил подкупить наркополицейского, чтобы тот оказал содействие в прекращении уголовного дела и освобождении его сожительницы. Сразу после этого он с Виолеттой намеревался уехать из России на свою родину. На период следствия и до вынесения решения суда взяткодатель был арестован. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, дал признательные показания, что будет учтено судом при назначении наказания. За совершенное преступление подсудимому грозит до 7 лет тюрьмы и штраф, размер которого будет установлен судом. Приговор по этому делу будет вынесен в ближайшее время. Екатерина Степанова, служба новостей город. Хорошая новость для калининградских водителей. Теперь найти штрафстоянку, куда была перемещена машина, стало гораздо проще. Напомним, эвакуаторы заработали в городе с 5 апреля. Только за первые часы на спецстоянку было отправлено более десятка автомобилей. А за прошедшие месяцы тысячи автолюбителей не нашли свою припаркованную машину на месте. Найти свой автомобиль теперь можно с помощью интернета. На главной странице официального сайта администрации для этого размещен специальный яркий баннер. С помощью него владелец легко перейдет на страницу быстрого поиска. Такой же сервис работает и на сайте компании, осуществляющей эвакуацию в городе. Для того, чтобы узнать, на какой штрафстоянке вас ждет любимое авто, нужно лишь набрать регистрационный номер в строке поиска. Сайт сразу же выдаст вам полную информацию о машине и ее местонахождении. А также сумму штрафа, которую придется заплатить. Если же у вас нет доступа к интернету, то всегда можно воспользоваться телефоном, который вы видите на своих экранах. Оформлять документы на визы будут только пунктуальны. Срок выплаты алиментов продлят на 5 лет. А в городе снова разведут мосты. С этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит моя коллега в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте! Сервисно-визовый центр Польши против непунктуальных калининградцев. Учреждения намерены отменить запись на подачу документов опоздавшим. Заявители будут ждать максимум 15 минут. После этого оформлять карты малого приграничного передвижения и визы придется заново. Напомним, сейчас стоимость проездного документа в зону МПП составляет 600 рублей, а шенгена – 860. С 18 до 23 депутаты Госдумы хотят продлить срок выдачи алиментов на содержание детей. Рассчитывать на материальную помощь смогут студенты-очники, которые пока не имеют собственного заработка. Право обратиться в суд с соответствующим иском будут иметь как и сам совершеннолетний, так и родитель, с которым он проживает. А 11 июня с 9 утра до 6 вечера в Калининграде будет работать горячая линия по вопросам взыскания алиментов. Получить консультацию или подать жалобу можно будет по телефону 60 38 19. Вчера, 9 июня, умер известный калининградский режиссер Борис Бенинсон. Причиной смерти стала остановка сердца. Кроме постановок спектаклей, Бенинсон занимался собственной студией театральных экспериментов. Здесь обучали актерскому мастерству и ставили спектакли. Попрощаться с Борисом Бенинсоном можно будет 11 июня в 12 часов дня во Дворце творчества детей и молодежи на улице Сергеева. В ночь с 10 на 11 июня в Калининграде вновь разведут мосты. Это связано с плановыми работами по уходу, эксплуатации и ремонту сооружений. Проехать и пройти нельзя будет по юбилейному. И мосту номер 4 первый находится у Рыбной деревни, второй на перекрестке улиц Держинского, Багратиона и Октябрьской. Полюбоваться происходящим калининградцы смогут с 12 ночи до 6 утра, когда мосты снова будут спадить. Москвичам и гостям столицы будут рекламировать Калининград до конца сентября. Ролик о нашей области посмотрят не менее 450 тысяч человек. Видео будут показывать в Аэроэкспрессе, который курсирует между Шереметьево и Белорусским вокзалом каждые 20-30 минут. За рейс рекламу покажут минимум два раза. Услуга будет стоить областному бюджету около 500 тысяч рублей. Курсы валют на 11 июня, доллар США 34 рубля 36 копеек, евро 46 рублей 72 копейки, литовский лид 13 рублей 53 копейки, польский злотый 11 рублей 37 копеек. Это были все новости короткой строкой. Увидимся в следующих выпусках. Сотни тысяч книг под одной крышей. И это не публичная библиотека и не букинистический магазин, а уникальное хранилище печатных изданий «Дом, люди и книги», которые несколько лет назад открыла калининградка Лариса Аветисян. Сегодня это не только самый большой в городе фонд обмена книг, но и место, где редчайшие издания приобретают вторую жизнь. Как сделать книгу вечной и почему культурный дом очень ждет неравнодушных калининградцев – все подробности у Дарьи Веклич. Сейчас эти полки едва выдерживают тяжесть тысячи книг. А начиналось все когда-то с домашней библиотеки Ларисы Аветисян. Зато теперь здесь можно отыскать литературу в буквальном смысле на любой вкус – от русской и зарубежной классики до узкоспециализированных книг. Поэтому помимо первого этажа хозяйки дома «Люди и книги» пришлось арендовать второй и еще целый подвал. «Приносят больше, чем забирают. Это понятно. Но дело в том, что один человек приносит не одну книжку, а десяток, или сотню, или тысячи домов. А уходит человек все-таки в лучшем случае с двумя пакетами». Стоимость пакета, наполненного выбранными книгами, посетитель определяет сам. Для этого на одной из полок стоит чайник. Кстати, собранные деньги идут не на покупку новых книг, а на аренду помещения, в котором помимо хранения с недавних пор книги еще и издают. Она началась с этой книги. Это книга из моего детства. Когда-то я ее почитала. Эта книжка принадлежала моей однокласснице. Она дала мне ее почитать. Естественно, я потом вернула. Потом, будучи уже взрослым человеком, я ее стала вспоминать и захотела перечитать. И своим детям, правда уже выросшим, ну хотя бы показать, что я читала такую книжку в детстве. Вдруг выяснилось, что ее невозможно найти. Выяснилось также, что любимая книга «Голубая бусинка» была издана маленьким тиражом. Правда, отыскать заветный рассказ Ларисе все-таки удалось. Однако, оформление пришедшей из Уфы книги оставляло желать лучшего. И печатное издание пришлось в буквальном смысле воссоздать самостоятельно. Зато теперь, помимо десятка стеллажей с принесенными книгами, есть одна особенная полка, так сказать, самодельных изданий. Найти нужное печатное издание или помочь уникальному хранилищу книг можно ежедневно, кроме понедельника, по адресу улица 1812 года, 67А. Дарья Веглиш, Георгий Моторин, Служба новостей город. Кот Акробат и злоумышленники с ведрами краски. Все это калининградцы обсуждали сегодня в интернете. Что еще? Запостили, лайкнули и твитнули пользователи в своих аккаунтах? Смотрите в нашей постоянной рубрике «Социальные сети». Вместо тысячи слов одно видео. Чтобы найти новых хозяев для этого кота, калининградец Влад Рафеев снял вот такой видеоролик. В результате белого пушистого акробата удалось пристроить всего за пару дней. Возможно, здесь есть чему поучиться и приютам для бездомных животных. Рок ради жизни. В Калининграде в башне Врангеля прошел благотворительный музыкальный фестиваль. Для тяжелобольных детей и детей-сирот удалось собрать более 50 тысяч рублей. А маленькие калининградцы, победившие рак, теперь смогут выступать на международных спортивных соревнованиях в Москве. Срочная новость. Неизвестные обливают калининградцев краской. Снова. Похожее видео уже появилось в сети в прошлом месяце. Ролики оказались рекламой одного из туроператоров. Но вот пользователи, судя по комментариям, такой рекламный ход не оценили. Если вы стали свидетелем или потерпевшим в результате этих странных событий, мы ждем ваши видеоматериалы. Вот так по громкости аплодисментов и одобрительных выкриков в Калининграде выбрали лучших из лучших. Для соревнований почти 50 экстремалов собрались не в скейт-парке, а на лестнице с площади Василевского к Нижнему озеру. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, давайте дружить в социальных сетях. Выкладывайте свои фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Адрес вы видите на экране. А сейчас пришло время вам поделиться своими историями. Наш эфир продолжит рубрика «Хорошие новости». А все хорошо, погода хорошая, уже хорошо. День лета отмечаем как бы семьей, внучечкой. День медицинского работника. Я как медик, проработавший 30 лет, вот удовольствие внучке и сделала подарок. Прекрасный солнечный день, вот с тучкой вышли погулять в парк. Так что отдыхаем, ходим, каникулы сейчас. Очень хорошая погода. Любим лето, очень. Часто гуляем в этом парке, нравится. Вечером иду на концерт группы «Самоцветы». Приехали посмотреть ваши достопримечательности. Все очень нравится, очень хорошо. Я тоже впервые в таком красивом крае. Ну, мне нравится здесь у вас очень. Хочется, побыв здесь, еще раз вернуться сюда. Так что ждите, может быть, приеду сюда жить. Хорошая погода, это самое главное для ребенка. Можно гулять с утра до вечера. И дети радуются. Фонтаны работают. Все чудесно, замечательно. И это были все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Ольга Миланович. Всего вам доброго и до встречи в городе. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Уютно в самые дождливые вечера. И было даже в самый сильный мороз. Я знаю почему. Это Друтекс. А ваши родители знают? «Оконный континент». Официальный представитель европейских окон Друтекс в Калининграде. Телефон для справок 77 99 88. Добрый день, телезрители. Завтра 11 июня. День Фидоси-Колосятница. Считала, что в это время появляются первые боровики и начинает колоситься рожь. Также крестьяне верили, что если рожь зацветет снизу, то и хлеб будет дешевым. А еще на Фидоси берегли землю. Детям запрещали прыгать и даже кататься на качелях. По прогнозам интернет-СМИ завтра в Калининграде ясная погода. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха составит плюс 21 градус. Ночью будет также ясно и похолодает до плюс 13. Спасибо за внимание. С 10 по 16 июня в Вестере. Черешня 149,90 за килограмм. Цыпленок-бройлер Тушка 89,90 за килограмм. Вестер. Выгода каждый день. Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok